Игорь Анатольевич Шишов В 1929 году в городе Нибиддак Ашхабадской области В детстве увлекался музыкой В 1981 году окончил Кубанский государственный политехнический институт Где организовал музыкальную группу под названием «Вероника», побеждавшую на различных конкурсах В 1984 году начал работать под руководством основателя творческого объединения премьера Леонарда Гатова В 26 лет поступил на первый в стране экспериментальный курс заочного отделения Саратовской консерватории по классу пения В 1991 году в Краснодаре выиграл конкурс «Возрождение России» А в 1992 году стал лауреатом первого международного конкурса «Славянский базар» в Витебске В 1994 году Игорю Шишову было присвоено звание «Заслуженный артист Кубани» «Женат, имеет дочь и внука» Вы реализовались, несомненно У вас блистательные концерты Вы не испытываете трудностей с публикой Вас любят А вас, как бы, так же, как и Чижаев Так же, как и Алену, которая тогда была Андреева Стихарева Стихарева сейчас Вы все талантливые люди Вы все реализовались Но в любом случае, понимаете, вот эта вот концентрация такого мощного, так сказать, искусства Когда мы, нам было не стыдно на любом уровне выступать Я имею в виду, почему нам? Потому что я довольно часто с вами ездил Ну да Да, значит, и должен вам сказать, что даже в лучшем, в лучших парижских театрах Я помню хорошо, когда в центре Парижа премьера давала концерт и зал буквально ломился Понимаете, такого успеха, конечно, сегодня трудно достичь Трудно достичь Но в любом случае, все-таки вы реализовались как художник Как автор Вот скажите, в чем все-таки ваша сегодня самая главная трудность? Моя? Да Как актера, как творческой личности Знаете, у меня нет трудностей Денег много? Нет А это основная трудность? Их отсутствие Подождите, да, кроме их отсутствия Вот То есть, да, естественно Самое главное это наша Это наша бедность Из-за которой не реализуются такие проекты За которые я взялся Ну не в прошлом году А раньше гораздо Предложено было Мною предложен был проект К 80-летию края Который, ну, имел такой необыкновенный формат Не совсем обычный Ну, по крайней мере, аналога вообще в стране нет Кубань состоит из 44 муниципальных образований 38 районов, да, и 6 городов 44 Ну, я, естественно, пришел соответствующие органы Близкие мне Этому проекту Ну, предложил, мы хорошо поговорили Сказали, это потрясающе Если выйдет такой сборник песен О каждом районе Подчеркиваю Вот здесь я хочу особо подчеркнуть Что я настаивал всегда Чтобы этот формат проекта Даже не формат, а вот его стилистика Она Вбирала в себя Три Таких три кита То есть, во-первых, чтобы это было Не оторвано от Народной песни Не в прямую Чтобы мотивы какие-то обязательно звучали Чтобы это была очень современная эстрада Подчеркиваю Не джаз Да Пусть меня правильно все поймут Джазмены Это не джаз-рок Не какая-то там попса И так далее И так далее И естественно, это не фольк Чистую Ребят, ну, как можно сравниваться С такой махиной, как казачий хор Слава богу, есть И там достаточно этого материала Который можно слушать Хочешь А вот А эстраду мы потеряли Вот просто эстраду Хорошую В хорошем смысле То, что исповедовал всегда, допустим, Гаранян Вот первый живой состав Это первая программа премьеры С которой мы месяц были в Югославии Еще в той Югославии Которую уже, наверное, никто не помнит Целой Без войны Без ничего Совершенно удивительной страны Вот этого захотелось Вот Ну, я не могу сказать, что я не получил поддержку Я получил, ну, скажем, достаточно пассивную поддержку Типа, мы не против, но решай все сам Вы знаете, тяжело достичь иногда понимания Иногда невозможно Я могу сказать, что все равно мы успели 30% проекта Это 14 песен Спасибо вот руководителям этих районов Я не буду перечислять Потому что они все знают А как равно и те, кто не участвовал в этом проекте Тоже знают И, вы знаете И как-то стало обидно Получился Он получается Уже сколько обращался Ребят, ну, поймите меня Я вижу всю концепцию вот этого проекта Это должен такой вот своеобразный букет Песенный букет В Кубани Получиться А не так, чтобы Вот А что ж ты прямо розочку такую написал А нам тут Васильочек Ребят Ну, Васильочек Бывает еще Трепетнее пахнет И интереснее Выглядит Нежели какая-нибудь там А вот, Игорь, вы знаете Я хочу вам напомнить один эпизод Который, мне кажется С максимальной яркостью подчеркивает Что такое настоящая эстрада Вы помните Когда мы На Теплоходе Или на пароходе Значит В Крым Да Мы поехали Ведь Еще в тот Крым В тот Крым Бушующий Раздирающий Противоречий На наших глазах Делился флот Вы хорошо помните Как мы Еще бы Да И вся Премьера Огромный коллектив Я не помню Это было Сотни-две народу Погрузилась на Баскот Баскунчак Да Вот мы погрузились Тогда Причем я помню Что Мы везли Какое-то продовольствие Туда Какие-то В общем Подарки И ехала Премьера И я хорошо помню Когда Иосиф Давыдович Кобзон За свои деньги Купил 10 тонн муки И эту муку Тоже погрузили Туда На теплоход И вот такой Теплоход Это сегодня Кажется Что-то Как-то Вот это А в то время Это было Во-первых И не так просто И я честно Говорю Скажу Не так безопасно Потому что На наших глазах И наших У кого-то Из наших Там арестовали И все Это было Но я хорошо Помню Как на центральной Набережной Севастополя Был концерт И Севастопольцы Тогда Честно говоря Им было Не до концертов Они были Они были в таком Полуогнетенном Состоянии Потому что Флот стоял На приколе Офицеры Все эти Националисты Они там Так сказать Почти легально Ходили с этими Селецами Запорожцы И вдруг Премьера Развернула Все свое Оборудование И дали Такой концерт Что Вся набережная Кричала От восторга И настолько Было И это было Не просто Как бы Хороший Концерт Он был Еще подогрет Вообще Вот этой Обстановкой Понимаете Потому что Надо было Как вы говорите Разогреть Публику Разогрели До такого Состояния И песни Были Настолько Четко Подобранные Так сказать Что они Как раз Больше чем На самые яркие Выступления На митинге Песни Ведь это Самый Убедительный Аргумент И когда Запели Вот эту Знаменитую Песню О Вот этом Последний Матрос Севастополь Покинул Понимаете И пела Пела Вся набережная И Вот Командующий Флотом Адмирал Балтин Который Присутствовал Там И он Помните Выделил Нам Знаменитое Судно Которое Называлось Ангара Это Было Штабное Судно Да Как же Это Было Штабное Судно Которое Принадлежало Знаменитое На палубе Звучали 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 Такие Песни Проникновенные Я все время Жалел Что у нас Видеокамеры Были тогда Примитивные Что мы не смогли Это все Снять Так как оно На самом деле Было И нас Звучали Кубань Кубань Но мы не считаем Эффект Который Который Приносит Большое Искусство Настоящее Искусство И конечно Спасибо Виктору Гаврииловичу Харченко И Леонарду Григорьевичу Гатову Этим Двум Замечательным Людям Которые Это все Прекрасно Понимали Потому что У искусства Есть Несколько Граней Ну Во-первых Это Развлечение Так сказать Это вот Приобщение Во-вторых Это вот Та Духовная Сила Которым Обладает Обладает Эти вот Замечательные Коллективы И особенно Когда она Звучит В какие-то Судьбоносные Такие Сложные Моменты Ну здесь Если Позволите Да Вот Что для меня Особенно Дорого Как для Композитора К сожалению С автора Вот этой Песни Да не только Этой Очень Многих Наших Песни Песен Его нету С нами Сережа Трегубова Вот Я говорю О песне Так не бывает Которая Написана была О трагедии В Беслане Вот Она же написана Была В общем В тот же день Ночью Ночью А на следующий День Мы принесли Утром Гатова Ее послушать Уже полностью Записанную И все Гатова Послушал И сказал Гатова Вообще Дадаете Отчет Что вы Сделали Я помню Эту фразу Тут же Набирает Номер Кобзона Переставляет Его К маленькому Магитофончику На котором Это все А Кобзон Уже В дверях Его ловит А она Идет Уже Почти Что Минут Пять Это Хороший Формат Такой И Кобзон Дослушал До конца И сказал Срочно Мне Ее Сюда И вот 10 Ноября День Милиции Вот Традиционный Один Из самых Интереснейших Наверное Концерты Концерты Вообще У нас В стране Естественно Зал Россия И уникальный Момент Представляю Рядом Сидят Три Президента Вот Которые У нас Были Сидел Горбачев Ельцин И Путин Вот У меня где-то Даже есть Запись Заканчивается Первое Деление Поет Лепс Не помню Какую-то Песню Гриша Поет Из Высоцкого Что-то Но Поет На авансцене А весь Генеральный Перекрыт А как бы Уже По логике Вещей Первое Деление Должно Закончить Ну Волнительно А потом Стало Ясно Лепс Кланяется Овации Замечательно Все Открывается А там Такое Оркестрище С хором И Кобзон И вот Девочка Наша Которая Пела Вокалист Здесь Гаяночка Вот И она Тоже Была Туда Вызвана Все Ну Три раза Показывали Крупный План Путина И Прямо Такая Слеза Серьезная В ту бытность Президента Вам Вынесена Благодарность За эту Песню Кто Написал Это Вообще У меня Два Парня Моих Хороших Знакомых Из Краснодара Но Вы знаете Я вам Хочу Сказать Это Как раз В этот Случай Он Ведь Не Единственный Когда Под влиянием Какого-то Очень Сильного События Создаются Песенные Шедевры Упаси Господи Такое Писать Конечно Нет Я понимаю Но Ведь Ничто Не может Так Выразить Человеческие Чувства Как Песни Достаточно Вспомнить Священную Войну Ее написал Лебедев Кумач И Александр Александров Они Написали Ее На Следующий День После Объявления Войны 23 Июня А Через Два Дня На Белорусском Вокзале Они Ее Написали Краснозавленный Это родилась Ваша Ваша Песня Потому Что Так Не Может Быть Как Это Называется Я Забыл Так Не Бывают Так Не Бывает Не Плачут Мужчины Понимаете Понимаете И я Я Был Был В Беслане Уже Через Время И там В Беслане Есть Город Ангелов Это Единственное Кладбище Наверное На земном Шаре Где Похоронены Практически Одни Дети Словно Ангелы Летят Они Над нами Да Там Это Как раз И звучит Это Первая Строчка Припева Это Не Поняв Своей Вины Не Укрывшись От Беды Эти Дети Унесенные Ветрами Не Объявленной Неназванной Войны Да Я Хочу Вам Сказать Только Побывав Там Там Ведь Практически Там Это Кладбище Одномоментное То есть Там Никого Не хоронили До того И Когда Ты Там Туда Приходишь Вот Эта Песня Там Звучит Понимаете Это Конечно Создает Ощущение Совершенно Невероятное Понимаете Потому что И когда Ты смотришь На эти Памятники Откуда Смотрят На тебя Смеющиеся Дети Счастливые Которые Пришли В эту Школу Значит И Там Похоронены На этой Территории Похоронены Бойцы Которые Пытались Их Защитить Погибшие Наши Офицеры Это Конечно Трудно Переносимое Чувство Но Ведь Самое главное Что Только Искусство Только Песня Стихи Могут Поднять На такую Высоту Обострить Эту Проблему Вечной Сердечной Боли Потому что Пройдет Я не знаю Сто лет Сто пятьдесят Все равно Эта боль Никогда не утихнет Потому что Надо быть Абсолютным Зверем Чтобы допустить Вот подобное Так сказать То что допустили Те бандиты Которые Это и сделали Но Дело все в том Что в том-то И сила Вот Вашего Искусства Что Вы сегодня Уже Находитесь В том Состоянии В котором Оно уже Приобретает Философское Значение Понимаете Философское Потому что Многие ваши Песни Которые вы Исполняете Как монологи Это как бы Вот когда Художник делится Своим Самым сокровенным Я не ошибся? Так и есть Так и есть Ваш концерт Он 14 апреля Центральный концертный зал Красная 5 В 19.00 Даже не концерт Я не могу назвать Это концерт Это большой Творческий вечер То есть Очень насыщенная Программа Будут мои друзья Мои коллеги Это будет действительно Мне кажется Будет интересно Это концерт Который Подводит Какой-то итог Под определенный Может быть Да Он не привязан Никакой Ни дати Ни так далее Вот Ну вот Вот здесь Почувствовал Что Пора Я хочу Вам пожелать Всяческих успехов Я хочу Вам пожелать Прежде всего Удачи В профессии Творца Все-таки Удача Занимает Большое место Одно из самых Главных Ваших удач Было то Что вы Встретились На своем Жизненном пути С таким человеком Как Леонард Григорьевич Гатов Однозначно Что вы Прошли Не только Через Этот коллектив Но и получили Вот этот Колоссальный Житейский опыт Что и как Нужно делать Я нисколько Не идеализирую Леонарда Григорьевича Он был Действительно Он так сказать В какой-то степени Был Для меня Всегда Карабас-барабасом Понимаете Так сказать Но в его театре Всегда Всегда было Будем говорить Всем И Буратином И Мальвином И всем было Комфортно В его театре И он Как мог Держать Держал его На Совсем На непровинциальном Уровне У него Уровень был Очень высокий Поэтому Не случайно Когда он Гастролировал В Москве Это было Всегда событие Это было событие На которое Приходили Очень многие Кстати Звезды Эстрады Которые Давали должное Вот этому Мастерству Потому что Коллективная Эстрада Это Совсем Другое Чем Вот так сказать Солирующие Так сказать Такие Коллективы Коллектив Когда на сцену Выходил Выходили Десятки Танцоров И когда Танец был Ну скажем Тот танец Который Назывался Цыганский Захватывал От первой До последней Минуты Это было Конечно Потрясающие Я хочу Потрясающие Я хочу пожелать Вам Чтобы в вашем Творчестве Всегда Так сказать Вот Мы отмечаем День рождения Звезда Леонардо Называется День рождения Пусть она Всегда Над вами Горит Потому что Он действительно Очень многим Людям Вот Сформировал Такую Замечательную Судьбу Спасибо вам Спасибо Спасибо Спасибо